стоя как-то на исаакиевской площади проходит мимо мужчина подходе жмет руку говорит о смотрю ролики приятно так стало смотрю ролики правда и стою здесь опять мужчина идет думаю ну раз такая казнь еще бы с ним не пообщаться конечно у людей может быть когнитивный диссонанс почему мы со шнуровым беседуем москве но потому что если заметили он последнее время тут обитает и начнем мы на сами свой рассказ лихих девяностых из определенного места с которым я так понимаю у сергея владимировича связаны определенные здесь было начало моей таскать творческой карьеры московской первый раз я был в москве по 84 году вместе с мамой мы приехали на экскурсию я был поражен что здесь продается фанта я тогда не пил фанты никогда в жизни оранженка это конечно было самое яркое впечатление ленина я не видел был в третьей копке естественно и что-то еще я отметил а я отметил что в ларьках союз печать продавалась красная мальбора вот это был прорыв на самом да это был прорыв я тогда понял что в общем-то советскому союзу осталось недолго распанта на красной площади и мальбора в ларьках союз печать а потом я уже конечно приезжал сюда по своим концертным делам с гастролями в частности вот в этот клубешник бункер здесь собиралась вся мразота этого города и пыталась сделать новую культуру это еще было до журнала афиша тогда еще не выпускал он журнал ом уже тогда был же но тогда было время журнала птюч птюч да с нашим большим и толстым другом да птюч это был самый главный журнал потом наверное появился ом а здесь собиралась маргинальная публика пила пиво водку вино тогда было не в ходу вот эти все модные веяния типа по бокалу красного вина тогда тогда бы превратили у виска искали ты чего ты какой-то вино вина не пили а и был московский коньяк отвратительного там за углом я по неопытности своей жахнул без закуски вов маленькой фляжки был московский коньяк жакнул без закуски пол бутылки и блевал дальше чем видел это было там за углом из припинаков не рассказывали историю про те времена что они пришли в какой-то шалман ночью говорит коньяк есть есть хороший хороший выпиваешь и не умираешь это еще вдовин пел или уже ты пел не вдовин уже тогда не пел это уже пел я это был где-то 98 наверно год вдове в 90 конце 97 уже перестал скажи пожалуйста а вот финансовых отношениях ты чувствовал какую-то разницу между петербургом и москвой взять этажом бункер на каких основаниях разница была конечно во первых мы получали тогда деньги здесь за концерты в твердой валюте а в петербурге за концерты давали только пиво в клубе том же сам по моему молоко за выступление давали ящик пива но это там там заложил традицию да но тем самым как бы народ абсолютно спаивали вот и в москве конечно живые деньги это все-таки не водка и можно было купить что-нибудь посерьезней я сейчас хочу показать одну картинку вот такую вот и от без пол-литра как раз не разберешься что здесь изображено а это как раз примерно то где мы сейчас тобой находимся ничего себе то есть вот здесь вот была церковь дмитрия солунского вот этот вот дом выглядела так триумфальные ворота а это сретенский монастырь смотри это же вообще русский классицизм это примерно как санкт-петербург у нас здесь получается обалдеть нет но это здесь бы москву я узнал а это чистый питер фонтан очка что не такое только не срединский монастырь это я конечно срединский на зритель на страницу да скажи просто вот вы приезжали в москву да и какие у тебя вот эти вечные терки между москва-питер просто я например когда жил на правда середине нулевых ни один таксист не понимал фразы остановить у второй парадной ни один не понимали они не понимали фразы после перекрестков рукав не понимали и вот но это такие на поверхности а ты сам вот ощущал действительно разницу между питером и москвой я ощущал конечно не но я был настоящим таким петербургским не знаю нигилистом я ненавидел москвичей ненавидел город москву ненавидел эту атмосферу ненавидел вот это все купеческое а вот этот разгул вот эти давайте встретимся поговорим я говорю говорить когда мы с уже говорим по телефону потом застолье вот эти длиннющие вот это нескромность красные рожи нос и вот эти слюни вот это поэтическое здесь такое наслаждение было московское здесь все любили говорить вот так вот громко а мы питер тихонечко вот так вот разговаривали ночью меня поражало то что здесь могли даже металлисты играть в пафосных клубах с такими красивыми диванами то есть у меня был когнитивный диссонанс абсолютно раньше если ты помнишь было такое в москве заведение казино метелица и там выступали все там чуть ли не коррозии металла играла да это было конец нет даже не когнитивный диссонанс такой эстетический диссонанс потому что такие я помню там стояли красного бархата обтянутые пуфики и при этом играл какая играла что-то невообразимое да это это было кругом и рядом у нас металлисты конечно сидели в подвалах и играли максимум там клубе гора-нора полигон потом еще был вот мы с тобой вышли на площадь где вот прямо вот здесь вот-вот стояла вот такая вот красота страстной монастырь о да вот он стоял прямо вот здесь это где известие еще нет это вот прямо на прям по центру они от него осталось только вот дом при что вот там в конце в нем был один из лучших хоров москве а пушкин ты знаешь он переезжал пушкин да я знаю что перейдем вот он на самом деле да вот он стоял на другой стороне вот нашим зрителям также покажу я буду показывать и рассказывать есть такая байка легенда что пойдем что когда сталин проезжал и спросил а почему пушкин слева ну и перенесли направо но это на самом деле да но он стоял концептуально правильно поставлены туда склонив голову перед монастырем то есть в этом был некий смысл опекушин это делал и это на самом первый памятник у нас александр сергеевич а сейчас если мы сюда пройдем и развернемся в другую сторону я покажу как на самом деле выглядело это место раньше туда посмотри вот обрати внимание какой ширины была отверская то есть всего три полосы вы 4 максимум ширины не было никакой вот здесь какие-то торговые ряды на это настоящий русский город провинциальный каким москва и являлась вот если туда идти вот бульвару там вот сел пушкин а это первый это съемки с первого квадрокоптера еще деревянного видите а вот отличная фотка здесь виднеется первый небоскреб москвы дом нернзея вот там вот он за этим домом находится это да вообще назывался дом холостяков да 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 под юбкой или дом под бабу ты назывался а здесь вот раньше был даже кинотеатр наверху и обратите внимание что такая еще антенна до стоит ну и вот очень хорошая фотка как раз стоит пушкин вот видно вот это балерина которая там раньше настояла его и называли дом под юбкой или дом под бабой потом она стала разваливаться и решили ее убрать чтобы нет я поясню на самом деле людям что у нас такая краеведческое интервью то есть у нас не только задача помучать сергея вот и же рассказать мне и вам дорогие товарищи зрители о том что было раньше и как раньше было хорошо сейчас как плохо похрустим булками французскими сейчас сейчас закончу свое вступление потому что вот с этим памятником связан прикол здесь вот эта надпись это знаменитое стихотворение я памятник возлюг себе не рукотворный ужуть какая так он же не рукотворный да но смотри прикол в том что здесь я всегда когда экскурсию вожу задаю вопрос что не так с этой надпись и некоторые отвечают тут нет я тей на них дело в том что после смерти пушкина жуковский подредактировал от стишок во первых он убрал слова вознесся он главой непокорной то есть он александрийский стоп поменял на наполеонов столб а вот это четверостейшая и долго буду тем любитель мне народу что чувство добрый алирам продуждал что мой жестокий век пославил я свободу и милость падшим призывал он переделал и долго буду тем народу я любезен что чувство добрые я лиры пробуждал что живостью стихов своих я был полезен и милость падшим призывал и именно эта фраза была раньше здесь на этом постаменте а потом уже советское время ее заменили именно поэтому тут нет я тей а почему советским гражданам не понравилось предыдущая редакция жуковского потому что жуковский это делал в угоду царизму но понятно той конъюнктуре политической ему нужно ему нужно было издать смертное издание пушкина и он понимал что цензура просто это не пропустит и он вот сделал такой кульбит хорошо возвращаемся к москве девяностых скажи пожалуйста насколько это пагубно влияло на состояние здоровья вот эти выезжие и московский коньяк и так далее ну я тебе могу сказать что вот московский вокзал в тогда ну тогда уже санкт-петербург в санкт-петербурге он в пятницу или в четверг даже превращался такое ужасное скопление всякой неформальной молодежи которая отправлялась на выходные москву на заработки и эти поезда мы называли поезда смерти потому что если мы старт встречались положим там с группой таки лоджа с вагоне ресторане то концерты могли не состояться и чем зачастую кстати они переносились то есть ай-яй-яй с дусером наяривали так что мама не горюй да мама не горевала тогда еще были группа пепси группу при пинаки сюда ездила зачастую потом два самолета еще преснопамятные куча куча всяких группа кирпичи тогда часто гастролировали в общем вагон ресторане рестораны стояли на ушах в эти дни ты вот смотри я просто был 90-х и потом я сюда переехал середине нулевых я почувствовал колоссальную разницу то есть то же самое как я чувствую между середине нулевых и сейчас москвой ты вот как бы замечал вообще как москва меняется когда сюда при я замечал да вот какие этапы ты бы мог отметить как петербуржец москва значит было опять же ну я говорил купеческая такая хлебосольная немножко провинциальная где-то наверное до 2000 года третьего наверно так вот так называемый лужковская москва вот это ненавистная мной архитектура ненавистные мной ларьки всюду шла какая-то торговля уличная потом это потихонечку стали закручивать и вот уже в этой современности москва представляет собой абсолютно европейский город с маленькими магазинчиками с маленькими кафешками больше стало точек общепита отличие москвы от петербурга еще было заметно даже в советском союзе поскольку поскольку здесь не было столовых и кафе большая большая была проблема тут понимаешь есть такая церковь она вообще-то в путинках но я раньше называл в путинках и это все время вызывала понимаю но там есть разные версии путинки паутинки и так далее но на самом деле красоты конечно неземной одна из моих любимых церкви сохранившись в москве суши 16 на самом деле в дело что 15 установки деревянные были церкви они же как там они горели их перестраивали они горели их перестраивали вот вот так вот я вот к чему ведут а понимаешь вот я когда приезжаю в москву у нас же в принципе все в питере с 1703 года да и поэтому ускорбился ты вот когда вот по москве вообще ходишь я просто пришлось вопрос я когда я жил я чувствовал какой-то потребительское отношение у людей которые здесь пребывают вот кто сюда приезжает их вообще не интересовало ничего вот я в середине нулевых пошел магазин москва на тверской искупить книжку кровеческую про москву не было ни одной одни стеллажи про питер ну кроме вот этого глянцевого говна туристического ничего не было сейчас какой-то будет вот и когда москву вообще приезжал ты за что-то цеплялся то есть как бы у тебя приходили чем мысли может быть ну слушай все познания же о москве у нас откуда это естественно москва петушки и венечки ерофеева да а там кроме кремля и красной площади которую так и не не оказался да ничего и не было да и трех вокзалов да собственно и москва у нее очень плохой туристический пиар благодаря тому что федор михайлович достоевский написал белые ночи в санкт-петербурге федор михайлович достоевский был отличным пиарщиком при этом москвич спасибо ему огромное да но он бы мог бы сделать пиар москве понимаешь вот написал бы он здесь какой-нибудь не не знаю невероятный восход на книгу невероятный восход и все и все бы ездили смотреть эти восходы здесь на берегу москва реки но москвичи вообще люди удивительные это единственный город на планете их называю фантазерами да потому что это единственный город на планете названный по названию реки река москва и город кто тоже москва да париж стоит на сене лондон стоит на темзе петербург стоит на неве а москва на москве фантазеры гениально я сейчас хочу показать одну фотографию как этот переулок выглядел раньше тоже не переулок мало дмитровка улице тоже фигу знаешь вот смотри ой да это такой панорамный снимок а это мостовая или это просто это земли на нет это мостовая на самом деле да то есть больше питера еще были мостовые они еще в моем детстве слушай насколько я понимаю вот даниил продемонстрируйте пожалуйста нашим зрителям где мы сейчас находимся насколько я понимаю там было очень много новодельных вещей то есть например ну вот я не знаю петропавловский как ты думаешь она не новодельная конечно я нет у меня вот во дворе а жил я вырос в семенцах на технологии у меня во дворе был мощеный двор это были такие круглые булыжники орудия пролетариата и где-то наверно в классе в третьем когда я учился это все дело закатали в асфальт слушай я этого не застал то что я сейчас наблюдаю это все абсолютно новодельное да 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 это все это все уже не исторически я думаю что знаешь историческая мостовая есть наверное только в районе где-нибудь площади искусств так вот к вопросу о пиаре и оружие пролетариата и булыжники вот смотри был такой план он назывался ленинский план монументальной пропаганды ведь большевики кто бы о них что не говорил они тоже были гениальны пиарщики года да и этим можно поспорить я тебе хочу показать и потом они были большие цветы да 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 авангард сонализм все такое так вот смотри сохранился вот такой барельеф это еще со времен как раз ленинского плана монументальной пропаганды задача была нашпиговать стены и улицы всякими бюстами памятниками и так далее причем их делали изначально даже там из говна и палок там из гипса могли делать и прочее у нас например на дворцовой площади стоял бюст урицкому у московского вокзала питере стоял бюст софи пировской но тогда же был в начале 20-х годов если ты помнишь там был такой всплеск нового искусства и это искусство делать действительно из говна и палок это все были такие пропагандистские вещицы и они кстати вот их если ты возьмешь книжку книжку какой-нибудь русский авангард там есть планы допустим празднование 1 1 годовщины революции да и оформление оформление совершенно гениальные совершенно гениальные и совершенно идущие в разрез вообще тему тому что мы видим и видели когда-либо а тогда полет был фантазией мощный а при этом народу то все равно хотелось платье в горошек конечно нет ну и кстати вся вся весь вся эта контрреволюция выраженная в стилистические подъеме нэпа да когда вот нэппаны появились недаром маяковский ненавидел этого обывателя я был в ивановой там есть потрясающий музей сица и там принты с такими серпами молотами танками прочее сейчас бы вообще шло на ура но девушки все равно хотели платье в цветочек они и поэтому все равно советской власти пришлось их выпускать я хочу показать особняк где жил ну не жил створил человек который вот реанимировал вот этот вот журнал вот это еще дореволюционные на самом деле обложка огонька него была фамилия кольцов да 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 вот я теперь хочу показать нормальный огонек от его портрет михаила голодного да но это он выпускал кстати михаил голодный один из прототипов как ты думаешь кого в мастере маргарите поэта бездомного да да вот этот михаил кольцов вот это он в испании на самом деле это он в испании да он человек который сделал журнал за рулем огонек ну естественно к сожалению был репрессирован почему ты переехал в москву все таки я здесь нахожусь длительной командировки это знаешь как свое время монголы приходили москву с такими же задачами я здесь собираю дань но не могу не спросить с кого москвичам не обидно будет такие слова то слушать особенно всем с кого-то да нет а здесь большинство таких здесь же мы все ордынцы здесь коренных москвичей не так много и на них вот этот ярлык бремя висит мне их жаль конечно но что сделаешь такая такая судьба у них видимо а музыка она как-то еще есть в планах это знаешь какие восторженские планы в качестве хобби но я не считаю что в данной экономической обстановке это может быть бизнесом я все-таки про деньги в основном вот за что я всегда я всегда привожу в пример тебя потому что когда начинается вот эти истории честная музыка вот то все пятое-десятое и когда ты знаешь все подноготную я всегда вот берите пример со шнура он сразу сказал я люблю деньги идите как бы в жопу а почему как бы у нас вот все такие знаешь все вокруг а я д'артаньян нет но во-первых любить деньги те у которых их нет вот я деньги не люблю я люблю зарабатывать все д'артаньяна ровно потому что ты понимаешь да что есть так называемый некоммерческая музыка которая является той же самой коммерческой просто преподносится с другой стороны да ну это такой ампуа такой жанр ты можешь делать вид ну знаешь как старые и делают вид что они девочки это примерно примерно вот так же примерно так же выглядит суши я не хочу показать одно место но она начинается вот там вообще и продолжается вот здесь вот в этот дом вот этот дом если взять микс константина эрнста и еще кого-нибудь то в конце 10 век это был такой михаил никита рыч катков он издал газету московские ведомости и он настолько влиял на вообще все что из него там даже министр одного сняли и вот там у него была типография а здесь у него была редакция и сюда ходила правительственная газета нет в том числе весь и прикол тогда слушай тогда это венедиктов скорее чем эрнст но понимаешь венедиктов он как бы скорее против а этот был вот абсолютно такой за то есть он топил за какие-то вещи про правительственные его естественно там передовой лагерь ненавидел при этом катков именно у него печатались главные произведения там толстого достоевского нашел очень хорошо платил а ну то бишь он был конъюнктурщиком да да класс хороший дядька вот как ты реагируешь когда тебя начинает говорить ах ты такая продался ты такая да никак ну дело в том что если если я к этому вообще как-нибудь относился я бы наверное не смог бы выйти на сцену это же люди закомплексованные в основном считают что где-то есть а касса где покупают людей и души да на самом деле же мы живем к сожалению или к счастью в суровом мире капитализма никто никого покупать не хочет продать себя сложно вот это вот это правда а вот я меня как-то занесло одно время в среду людей которые считают что с капитализма надо бороться и вернуться на рельсы так сказать социализма и советского союза да я буду я бы с удовольствием бы но только показывает вся практика что физиологию человек ты не поборешь вот человек он находится всегда в некой иерархической структуре и всегда будет кто-то выше а кто-то ниже посмотрите на обезьян обезьяны они гораздо ближе находятся к капиталистическому строю нежели чем коммунистическому да и они наши непосредственные предки есть замечательная книга которая называется политика шимпанзе всем рекомендую коммунистам прочитать она несколько отрезвляет это конечно не карк не карл маркс но тоже не неплохой такой я бы сказал бы философ написал ее по поводу современной москвы скажи пожалуйста что ты о ней думаешь вот этот мем как изменилась москва и так далее потому что я считаю что москва сейчас стал одним из самых комфортных городов мира с точки зрения инфраструктуры и прочее у какие ощущения я соглашусь с точки зрения да мне кажется что москва стало удобно в жизни раньше кстати петербург мне казался удобнее городом потому что он компактнее потому что можно было гулять пешком и не было такого не знаю не резала глаза архитектуры в петербурге потому что все-таки итальянцы они не самые последние люди строили здесь в москве последнее время я замечаю что лужковский вот этот ампир или наверное скорее турецкий турецкая барокко да она уже преодолено и здесь возникают какие-то более конструктивные еще более современные на тот же самый парк зарезе можно посмотреть он вполне себе отвечает всем современным архитектурным запросам а если его сравнить даже с какими-то европейскими городами вот нью-йорк париж и прочее нью-йорк не европейский города я имею ввиду вот именно по степени комфорта потому что очень часто нью-йорк не комфортный город вообще вот как объяснить это тем людям которые там не были говорят тебе давай да что ты там ну то есть я всегда привожу примеры что там там например нету среднего чека по еде там либо фастфуд либо какая-то высокая кухня там поссать проблема на самом деле поссать там невозможно нет ну если ты не забегаешь кафе если ты не плачешь чашку кофе там не общественных туалетов нет вообще в принципе но только если опять-таки ты не зайдешь что на парковку но кто об этом знает да мало кто знает нью-йорк еще быстрее чем москва еще еще пробастие еще громче если в нью-йорке вот вот сейчас если замерить уровень шума то мы увидим на я не знаю наверно децибел там не знаю 30 до ну и предположим дату в нью-йорке нужно умножать на 2 да здесь были бы какие-нибудь сирены кто-нибудь какую-нибудь сумасшедший вы кричал бы те что им в спину какой-нибудь рэпер чего-нибудь читал бы это невозможно вот эти затушки за затычки для ушей они конечно же придуманы американцами потому что действительно там дико шум а если бы все-таки вот рассматривать вариант тебя именно жить в москве ты бы смог бы здесь жить или ты вот напрочь привязан к петербургу я к петербургу привязан и честно скажу я жду смены власти скандалы интриги расследования сергей шнуров камин аут я жду смены власти потому что ну невозможно уже смотреть скажите пожалуйста сергей что вы думаете по этому поводу я думаю что невозможно смотреть уже на эти раздолбанные дороги на неубранный снег на совершенно город в каком-то непотребном состоянии находится меняется губернаторы причем мне кажется что там происходит у них какой-то противоестественный отбор каждый следующий становится хуже чем предыдущий и мне больно смотреть на город я уехал потому что мне было просто сердце болело если что мы говорим про смену власти в петербурге если кто не догнал ты застал эту зиму где когда лед не убирали я там два раза садился просто днищем и на своей на своей тачке да 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 застал нет вообще невозможно я даже не хочу это обсуждать мы подошли к памятнику владимиром до владимир семёновичу скажи пожалуйста вот сейчас новое поколение уже удержание одно она же в принципе даже и не слышала высоцкого вот для себя он кто был ты же его застал еще более чем застал до получается что он умер в восьмидесятом году мне было 7 лет высоцкого я знал у меня дома его слушали песни эти я слышал умер он летом я находился в детском саду ко мне приехали на родительский день родители и собственно сообщили о том что высоцкий умер и они сказали что умер еще джо да сэм для меня эти две фигуры были даже в то время знаками я эту информацию воспринял и запомнил что самое удивительное высоцкий потом он уже стал таким как бы знаменем перестройки его пластинки появились во всех магазинах мелодия было сложно пройти мимо как сейчас помню эта пластинка была оформлена высоцкий в серой кепке была целая серия его стали тиражировать и где-то наверное в конце 80-х годов он уже перестал быть той культовой фигурой потому что он стал принадлежать партийной элите как бы которая производила перелицовку того самого коммунистического или социалистического строя и я слушал же конечно же ленинградский рок-клуб а высоцкий все-таки был в противовес тогда ленинградскому рок-клубу мне нравилась группа аквариум группа кино которые к высоцкому имели ну никакого отношения не имели я сейчас заключение там наши прогулки хочу показать одну фотографию как меняется а я хочу сказать что памятник чудовищный конечно чудовищный память так вот как меняется контекст вот там на высокопетровский монастырь вот посмотри надпись мебель рыба мебель рыба рыба а сейчас вот такое 70-е какие-нибудь это еще восьмидесятые года на самом деле видишь волги 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 это самая понтовая машина советском союзе было когда-то я под занавес нашей беседы я хочу презентовать тебе два произведения печатного искусства за моим авторством остро-социальный триллер корень писал 10 лет и путеводитель по невскому невский с перцем очень хорошо сверстан ну не знаю насколько тебе будет интересно хотя даже интересно хотя люди даже которые вычитали в петербурге это все спасибо тебе а ты мне подписал их я сейчас подпишу давай подпиши есть ручка у кого-нибудь съемочная группа я сейчас дадут хочется сергей пожелать вам всевозможных успехов давай нам вам того же хочется на этом сложном пути ты ведь смелый человек задаешь вопросы самому могу можешь да попадаешь потом под школ критики и я делал том что без критики я уж не помню когда я существовал наверное никогда в детском саду меня даже критиковали за плохое поведение у меня вообще по поведению всегда была двойка поэтому в общем-то критике привык мальчиш-плохиш давайте вот это подпишу она проще подписывается напишу здесь сергею от автора вот такая оригинальная надпись хорошая надпись да конечно ну что это мне ну давай 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 а это подпишу сергею в москве вот так вот отлично возвращайся мальчик с нами будешь нашим королем петербург ждет себя очень жалко что конечно музыка до закончилась музыка она ушла в тик ток вот я думаю что новое поколение должно взбаламутить все это взбодрить и взорвать музыка потеряла смысл но она переместилась другой контекст старым корду нам там типа тебя и меня делать нечего поэтому уступи дорогу вот хочется но вот понимаешь все таки как говорил званецкий писать как и писать надо когда уже не может а вот иногда вот не может поэтому сидишь и что-то там трендендентом неужели такого не было такая же болезнь я вот ровно этим же страдаю но видишь я набрался набрался мужества и это пишут стул берите пример сергея шнурова рэперы пожалуйста послушайте умного человека а потому что на самом деле серега огромное спасибо да ну ну оставляйте ребятки комментарии вот там мы увидимся с вами еще будет масса всевозможных прекрасных гостей ну и и Субтитры подогнал «Симон»!